Здравствуйте! Это видео для тех, кто зашел на канал, смотрит его впервые. О чем канал? Канал в основном про миниатюру из спичек. Ну, там и дома, и прочую миниатюру. В общем, я из разных материалов делал. Также канал посвящен немножечко топорам, потому эта мебель лежит, стоит на топоре. Я, в общем, не сказать, что прям фанат топоров, хотя небольшая коллекция уже, так сказать, имеется. Но она скорее имеет предназначение, конкретно каждый топор, для определенной работы. Но, в принципе, топоры мне нравятся. Также кидаю на канал всякие там лайфхаки, которые сам для себя открыл. Типа, как заточить топор обычным точильным камнем, или как открыть банку с помощью голых рук и мела. Закрутку, конечно же, имею в виду. Основной все-таки массив видео, связанный в первую очередь с миниатюрой, обучению миниатюре инструментам, клеям, которые используются и упрощают создание миниатюры. В общем, насчет этого довольно много видео уже есть и еще буду снимать. Канал называется «Исторично жива миниатюра». Ну, исторично, потому что я по образованию историк, и мне история интересна, потому все предметы, которые я создаю, или миниатюрные домики, или будь это что-то другое, все равно имеют какой-то исторический подтекст, откуда-то я черпаю вдохновение. А живая миниатюра все-таки это больше к тому, что оно все создается максимально приближенно к жизни, будто бы там жили люди и вот недавно ушли. Потому у многих предметов то, что должно открываться, к примеру, оно открывается. Ну, вот это тумба, дверцы, они открываются. Потому на них ручки, ну и так же само закрываются. И так во многом можно найти подобное в моих изделиях. Типа двери, окна открываются, защелки, ну и тому подобное. Сначала я строю дом, потом строю мебель, создаю вернее, а потом уже под конец я делаю утварь. Здесь ее практически не было, разве что на столе, на стеллаже. Но она есть и в видеоканала вы это сможете увидеть. Кстати, посмотрите, вот эта вот колыська, да, она специально стояла посрединке на штампе топора, потому как она тоже сделана именно такой, что она качается. И если она на ровном, то влево-вправо может повернуться. А на штампике оно стоит ровненько и никуда не покачнется. Да, ведра вот это, в пример, уже больше утварей, конечно, чем мебели. Ну, это такое самое большое, что я показал из утварей. Ну, а так есть довольно-таки много всякого мелкого. Сейчас вот рогач покажу, такая штучка, для того, чтобы из печи доставать, всякие там чугунки, котелки, ну и прочее. Да, это просто вот пример утвари. Основной массив обучающих видео будет почти полностью состоять из заснятого материала, когда я делал этот домик. Специально делаю его для обучающих видео. Вот тут лесенка, вот тут лавочка. Даже вот такие мелочи пройдёмся. Сейчас делаю четвёртый урок. Моя миниатюра примечательна тем, что у неё закрываются-открываются двери. И даже я уже научился делать окна открывающие, закрывающиеся. Вот. Покажу разные способы, как это делать. Также я делаю с ней съёмную крышу. Уже столько раз снимал ради видео эту крышу, что могу точно сказать, больше ста раз она может сниматься в лёгкую. Да. Ну и тут тоже мебель. И всё это я покажу, расскажу. Буду снимать видео. Также неплохой пример, что такое живая миниатюра. Историческая живая миниатюра. Это вот этот вот домик. Опять же, я сейчас как раз делаю в нём крышу кракасную. Всё это сложно, долго. Но первый этаж там уже готов. И есть несколько видео по созданию вот этого первого этажа. И вообще дома на данном этапе. До данного этапа, который сейчас есть. Вот. И там именно философия моя, историчная живая миниатюра, хорошо отображена. В общем, кому нравятся автопары и миниатюра, можете найти тут для себя видео по вкусу. Если вам понравилось видео, можете поддержать канал подпиской и лайком. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...